Лето – сезон не только отдыха, но ещё и активных ремонтов и строек. Не случайно эту тему на совете глав затронули одну из первых. Сергей Маненков призвал глав сельских поселений активнее вести работу по утверждению проектов благоустройства территории, различных зелёных зон, спортивных и детских площадок и тому подобного. Готовые варианты с возможностью корректировки были предложены каждому поселению, но решение общественностью принято не везде. В Полновате знаем, что делать, мы знаем в Казыме. Так давайте я всем вам уже не один раз говорю. Есть Серебренников, готов Ойниц, готов Маненков ехать к вам, собирать общественность, показывать эти красивые картинки. Я вот был сам на сходе в Полновате и в Казыме. Народ-то с овоудушевлением это принимает, им это интересно. То, что людей интересует эта тема, подтверждает успешно завершённый конкурс проектов инициативного бюджетирования. В каждом посидении общественники самостоятельно придумали, на что именно потратить выделенные под данные статьи деньги. В Казыме, к примеру, появится поликультурная навигация – название улиц на языках коренных жителей. В Лыхме – уличная площадка тренажёров, в Соруме – детская площадка. В Полновате установят мемориал жертвам политических репрессий. Ну а верхнеказымчане пожелали видеть у себя надувную сцену-ракушку. Лето станет периодом подготовки к ещё одному важному событию. В сентябре пройдёт единый день голосования. Выбирать мы будем пять глав сельских поселений, 75 депутатов местных советов и трёх депутатов Думы Белоярского района. Кроме того, в этот день пройдут выборы губернатора Тюменской области. Подготовку участков нужно провести заранее. Ещё раз вернитесь, посмотрите готовность помещений под избирательные участки, проанализируйте, где чего не хватало. Ещё раз будут снова контрольно-надзорные органы смотреть, где что у вас стоит, пожарная безопасность, антитеррор, защита. Всё это внимательно, эти паспорта безопасности, ещё раз сказал, сроки проходят, внимательно проанализируйте. В ходе совета состоялось и награждение. Подведены итоги смотра конкурса на лучшее сельское поселение за 2017 год. Третье место у Казыма. Он получит 500 тысяч рублей. Второе – у Сорума. Его приз – 650 тысяч. И первое место я посмотрел за все с 2011 года. Лыхма в прошлый раз были третье, в этом году первое место. Всего в течение заседания было рассмотрено около десятка вопросов. В том числе обсуждали тему сбора долгов за коммунальные услуги. Решено уделить ей больше внимания и в ближайшее время посвятить отдельное совещание. Елена Филипповна, Андрей Слепенков, Время новостей, Белаярский.